Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы благодарим Тебя, Господь, за эти мгновения в нашей жизни, когда мы рассуждаем над Словом, Ты им собираешься вместе, чтобы чтить Тебя. Тебе слава в веки веков. Аминь. Тебе слава в веки веков. Тебе слава в веки веков. Они как-то дружелюбны, что ли, к нам. И мы, вспоминая их, мы как-то, знаете, переживаем некую благодать внутри себя. Думаем, вот приятный человек, вот хорошо с ним иметь дело. И редко мы вспоминаем людей, которые нахамили нам, которые нагрубили нам, которые поступили с нами как-то, знаете, вот очень некорректно. И мы как-то, может быть, и вспоминаем их, но мы не переживаем тех чувств. И мы не чувствуем того благословения от этих людей. Они становятся для нас как бремя, которое нужно вмещать, которое нужно нести, с которым нужно справляться. И не всегда у нас это получается. И вот Бог говорит, должен приходить и должен научиться благодарить. Я не знаю, учили вы своих детей или нет быть благодарными. Я помню, когда наши парни росли, они еще маленькие были, да, и вот я помню, как мы их учили не просто, знаете, чтобы они научились получать, а учились еще и отдавать, чтобы они были действительно такими вот дружелюбными, что ли. И иногда сестры, которые любили очень побаловать наших детей, а бабушки всегда, они, знаете, такие, они хотят как-то побаловать маленьких детей. Я помню, я жил на первом этаже, а одна бабушка жила на четвертом этаже. Мы жили в большом доме, в пятиэтажном. И вот я ходил пить воду, знаете, куда? И на первый этаж, куда я жил. А к бабушке, которая жила на четвертом этаже. Знаете почему? Потому что каждый раз, когда я приходил к ней попить воды, бегаю на улице, а потом пить хочу, приду к ней, она мне дает конфету. Вот я эту бабушку на всю жизнь запомнил, понимаете. Приходить к бабушке попить водички, когда, знаете, она тебе что-то дает. Вот, наверное, знаете, вот эти люди, которые были открыты к тому, чтобы давать, они были открыты. И чтобы принимать. Я всегда задал вопрос, Господь, почему так много чудес происходит в некоторых частях мира, где ты смотришь, и прям явные чудеса происходят. И думаешь, Господи, ну неужели это разница в культурах? Неужели это разница в каком-то понимании или еще в чем-то, да? Вот почему эти люди переживают такую особую благодарность или особую благодать Божью? И вы знаете, я обнаружил, что они весьма-весьма благодарны. Весьма-весьма благодарны. Простой секрет, да? Чтобы получить от Господа, нужно быть просто благодарным. А мы часто, знаете, с ропотом, с недовольством, с негодованием, с обидами, с огорчениями идем к Богу, чтобы Он решил наши проблемы. Мы идем к Нему как бы к восстановителю некой справедливости. Бог, Ты же знаешь, какой я несчастный, ты должен мне помочь. А Бог говорит, я знаю, какой ты несчастный, но я не знаю, какой ты благодарный, ты вообще неблагодарный. Я хотел бы, чтобы мы с вами просуждали сегодня на эту тему. Давайте мы откроем Луки 11 главу. Вернее, 17 главу, 11 сих. Луки 17 глава, с 11 сиха. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно из селений, встретили его 10 человек, прокаженные, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидих, он сказал им, подойдите, покажите священнику. Пойдите, покажите священнику. И когда они пошли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал низ к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарианин. Когда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они возвратились, не возвратились воздать, слава Богу, кроме этого иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Наверное, когда мы читаем эту историю, мы где-то внутри даже чуть-чуть негодуем. Ну как так? Представляете, быть прокаженным, это жить вне общества. Это ты не можешь видеть своих детей. Ты не можешь иметь общение со своим мужем или со своей женой. Ты не можешь прийти в дом к своим родителям и просто провести время. Человек, который получал эту страшную болезнь, его сразу отделяли от общества. Его отделяли от общества, и его делали, знаете, человеком-изгоем. Он должен жить вне города, и он может питаться только от того, что люди, может быть, становясь, знаете, где-нибудь на башне, там, городской, они бросали какую-то пищу этим людям, потому что они даже не общались с ними. Эти люди должны были ходить со специальными, такими, знаете, оповещителями, как колокольчики цепляют иногда на кровь. Так они должны были идти и оповещать людей о том, что я прокаженный, со мной нельзя иметь общение. И когда человек получал это известие, это была трагедия в жизни страшная. Представляете, вот человек встает утром или там в какой-то день, да, и смотрит, какое-то просто белое пятно появляется на его теле. И он пакует свои вещи, и он даже не может обнять своих родных и близких. Он не может пойти на работу и уведомить там о том, что ему нужно взять отпуск. Он просто был изгоем, его выгоняли. Общество изгоняло их, потому что если бы он остался в обществе, общество побило бы его камнями. Он не мог быть в этом обществе. Он являлся нечистым для общества. И вот эти люди, которые вымучены и страдавшиеся, не имея никакого общения с теми, кого любит душа, и кого, знаете, о ком они сильно скучают, они ходят и они мучаются. И эта страшная болезнь, она приводила к тому, что люди потихоньку начинали разлагаться. И они умирали в страшных мучениях. И из тех, кто их сильно любил, они даже не могли быть рядом с ними, чтобы держать их за руку в самые последние моменты их жизни. И вот они слышат о том, что есть Господь. Они слышат о том, что есть Целитель. Они слышат о том, что есть Иисус, Который воскрешает мертвых, Который исцеляет больных, Который прощает грехи. И Библия описывает нам историю, что эти люди, они услышав о Господе, они начали взывать к Нему, они начали кричать к Нему. И Библия говорит, что Он услышал их. Он говорит, пойдите, покажите священнику. Прежде чем эти люди могли вернуться к себе домой, войти в город, быть принятыми обществом, вернуться в свою семью, прийти на свою работу, еще куда-то, они должны были прийти к священнику, чтобы Он освидетельствовал их, чтобы Он исследовал их. И когда Он видел, что эти люди исцелены, Он говорил, да, ты можешь вернуться обратно. И вот представляете, Иисус говорит им, пойдите и освидетельствуйте, освидетельствуйтесь, потому что вы исцелены. И Библия нам описывает, что что произошло? Когда они шли, очистились. Представляете, эти люди идут измученные, израненные, возможно, годами уже не бывшие дома, и чудо происходит в их жизни. Они возвращаются в общество, они возвращаются в свой город, они возвращаются в свою семью. И кажется, ну как эти люди вообще могут себе позволить забыть того, кто очистил их? Но они на радости, они на эмоциях, они на, знаете, может быть, тоске по дому. Они просто забыли о том, что сделал Иисус из них. Они побежали просто к ним, к своим родным и близким. И один очень странный иноплеменник, который, знаете, с точки зрения иудеев, он не был таким достойным, потому что он был самирянин, он, знаете, а самиритяне общались с иудеями, поэтому иудеи их считали как бы такими, ну, знаете, ну, не совсем такими. Как мы иногда, знаете, смотрим на какого-то человека, да, мы такие приличные с вами такие, мы там это не делали, тем не занимались, вот таких вот пагубных у нас явных каких-то не было. Мы так иногда, знаете, смотрим на других, они уже там где-то на улице живут, там они уже там бродяжничают, они там уже не пойми, что едят, не пойми, что пьют, не пойми, что употребляют. Иногда мы идем в эти подвалы, знаете, там на руках их выносим оттуда. И мы смотрим на этих людей, ну да, им надо, им есть за что благодарить Господа, так как послушаешь его историю, страшно становится. И вот этот, который, знаете, по логике вещей, вообще не должен был бежать к Иисусу. Кто он? Да он сам, наверное. Он что, слово хорошо знает? Он что, в истине пребывает, что ли? Мы-то были нормальные люди, мы-то иудеи были, мы-то закон чтили, мы-то в синагогу ходили, мы-то в обществе жили, мы-то в нормальном городе жили, мы-то вообще с семьи приличной. А он кто такой? Вот этот, знаете, недооцененный всеми, он оказался единственным, который пришел к Господу. Палки в окна и благодарил. А Иисус удивился, говорит, а где остальные? А где остальные? Но, знаете, эта история не о самореале, это история о моей твоей жизни. я помню, был один интересный случай в моей жизни, их было много, но как-то вот вчера готовился, мне пришло, я помню, однажды одна сестра позвонила мне. Она рыдала, и она плакала сильно. Она говорила, мой муж умирает. У него диагноз, у него гепатит. ему очень плохо. Врачи сказали, что он не проживет долго. Тогда это было еще не так доступно, как сейчас. Сейчас лечение гепатита по милости Божьей стало намного доступнее, чем тогда. Я помню, когда и дали эти деньги, и когда муж прошел терапию, я был очень неудивлен, знаете, чем? Эти люди никогда не, никогда не пришли, не поблагодарили. И они потом начали даже как-то отзываться плохо о церкви. И у них выработалось такое, что потом у них были еще нужды, и они уже считали, что им обязаны были это делать. Я помню, они там уехали в другой город, и потом начали там оттуда писать, что вот у нас там нужды, нам нужно помочь, потом они вернулись в город, потом они обижались, что на их нужды никто не откликнулся. Я смотрел на это все и думал, Господь, вот он ходит, дышит и существует благодаря тому, что эти люди помогли ему. Они дали ему на лекарства, они помогли ему, но не он, не его семья, они стали ходить в церковь, потому что им недостаточно помогли. сколько из нас, если мы сядем в тишине нашей комнаты одни и начнем испытывать свое сердце, мы обнаружим сердце неблагодарное. Мы обнаружим, что мы обижаемся на других, мы обнаружим, что мы недооценены кем-то, нас не приняли, нас не поняли, и нас не оценили. И у нас будет очень много претензий к Богу. Бог, почему так? Почему именно так в жизни? Я помню, один человек ко мне пришел и сказал, знаешь, нужно создать ячейку для одаренных, интеллигентных, очень интеллектуальных людей. Я смотрел на него, почему, для чего? Знаете, им было тесно с теми, которые, может быть, были попроще, поискренней, может быть, не такие образованные, но они, наверное, в простоте сердца поклонялись Богу. И я говорил этим людям, давайте мы подождем, посмотрим, те, которые приходили ко мне с этой инициативой. Конечно, в итоге, эти люди, они не смогли вмещать тех, которые были рядом с ними. Они в своей гордыне, в своей надменности, они считали, что Бог должен, или церковь должна создать какие-то привилерованные условия. Они не были такие одаренные, они не были такие образованные, они были такие умные, они не были такими чего-то достигшими, они были такими же, как все остальные, но кто-то им сказал, что они немножко умнее и способнее, чем другие. И меня всегда удивляли люди, которые приходили искренне к Богу, и когда ты начинал с ними общаться, и когда ты узнавал, кто они, то ты вообще начинал думать, кто они, а кто ты. И я обнаружил, чем благороднее человек, чем образованнее человек, чем, знаете, человек, который пережил благодать Божью, тем он как-то становится проще, он становится дружелюбным, он становится благодарным. Интересно, что в Колоссянам описывается история, где апостол пишет нам о том, какие мы были, что мы должны оставить и какие мы должны быть. И вот, представляете, в Колоссянам записаны такие слова, 3 глава, 9 стиха читаю, не говорите лжи друг другу, совлекшись светкого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Интересно, что наша Библия, синодальный перевод говорит дружелюбные, а возьмете, если современный перевод, или возьмете переводы других языков. Я специально вчера взял украинскую Библию и сравнил это место. И там слово вместо дружелюбной написано благодарной. Но я сидел и рассуждал дружелюбность и благодарность. Есть что-то общее с ними? Прихожу к пониманию, что когда человек дружелюбный, то он и благодарный. Это особое мышление, это особое отношение к жизни. И вы увидите, чем больше человек с претензиями к кому-то, тем меньше у него и отношений с Богом. Иисус дал десятерым очищение. Знаете, если перевести на нас с вами эту притчу, то каждый из нас был грешник, недостойный, у которого не было возможности проводить вечность с Богом на небесах, у которого не было возможности каким-то образом избавиться от вредных каких-то привычек или еще чего-то, с которым мы боролись многие годы. У нас очень много чего не было, если бы не Господь. Но когда мы пришли к Господу, Господь мало того, что записал наше имя в книгу жизни, мало того, что избавил нас от многих скорбей в нашей жизни, когда мы, знаете, избавились от многих неправильных вещей в своей жизни. Он дал нам будущность и надежду. Он разделил с нами вечность. Он приготовил для нас то, о чем Писание говорит, что не слышал глаз и не видел о том, не видел глаз и не слышал о том ухо, что Бог приятал избранным своим. То есть, что-то, нечто особенное Бог приятал для меня, для тебя. Но почему-то одна категория людей, ропотников, ничем недовольных, все плохо. Если вы обнаружите человека, который говорит в церкви, что нет любви, понаблюдайте за ним. Наверное, он очень любвеобильный. В кавычках. Если вы найдете человека, который будет недоволен кем-то, то спросите, сколько людей недовольны ним. Если вы встретите человека, который, знаете, в борьбе за мир пытается убить весь мир, то, как правило, это очень злой человек. Что все не так, все плохо, все плохие, все не такие, все это. А когда начнешь вникать, обнаруживается, что надо просто держаться подальше от этого человека, потому что он сам такой, как он говорит о других. я очень хотел бы, чтобы каждый из нас не был тем, которых были девять в этой истории. История великой благодати и милости, но малой благодарности Богу. Мне нравится эта притча, знаете, чем? Иисус говорит этому человеку, вера твоя спасла тебя. Вы знаете, если мы действительно верим в Господа, если мы действительно переживаем Бога всем своим сердцем, всем своим естеством, вера в Господа поможет нам преобразиться в того человека, которому апостол говорит, что мы, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего нас. там, если вы читаете первую половину этой главы, там написано, какие мы были, и вы такие были. И там, говорит, умертвите вас, и там и гордость, и блуд, и многие-многие вещи, которые были. Говорит, вы и были такими, но умертвите это в своей жизни. То есть, позвольте Богу прийти в полноту всей вашей жизни, чтобы стать другим человеком. Если наша природа еще и имеет место над нами, в нашей гордости, в нашей надменности, в нашем ропоте, что такое ропот? Скрытая форма гордости. То есть, мы вместо смирения пред Богом мы приходим с претензиями к Богу. Вместо почтения к родителям мы приходим с претензиями к ним. Вместо почитания Бога мы приходим к нему как к тому, который нам что-то обязан. И многие из нас, мы, получив его благодать, мы остались с неблагодарным сердцем. И это серьезный дефект в моем следовании за Господом. Почему? Потому что это становится для меня тяжелым временем в жизни, с которым я борюсь. Поэтому мне приходится приходить в церковь и стараться вместить рядом сидящего. Почему? Он меня раздражает. Он мне не нравится. Я уже пересел, поменял пять мест в церкви, потому что этот человек преследует меня. Он хочет со мной общаться, а я его видеть не хочу. Слава Богу, у нас такого нету, да, с вами, братья и сестры? А у других бывает. А некоторым вообще тяжело. Они вообще стараются по сторонам глазам не попадаться. А просто сидит в зале и терпит его. Поэтому некоторые сидят и слушают проповеди не для того, чтобы принять и применить это в своей жизни, а чтобы послушать и потом критиковать. А вот вы знаете, а вот здесь вот не так проповедовали, как я вам скажу, я такой важный, я знаю больше, чем кто-либо. Особенно это коридорные наши братья. Знаете, в коридорах есть такие, которые критикуют всех. Возможно, сейчас они в коридоре. Сегодня буду говорить целый день, потом облечу их там в коридоре. Я их уже даже не прогоняю в церкви. Пусть сидят в коридоре. Коридорные братья, коридорные сестры. Одна недавно пришла, говорит, тут так много детей в коридоре бегают. Можно я для них буду? Я тоже в коридоре сижу. Буду им тут коридорным делать воскресную школу. Я говорю, давайте еще коридорную церковь создадим, понимаете? Чудеса. Но так как у тебя сердце большое, ты вмещаешь всех людей. Даже люблю тех, которые в коридоре сидят. Господи, слава тебе, что они все равно пришли. Хоть они ропчут, хоть они недовольны, хоть им не нравится. Господи, ты тестируешь меня. Каждое воскресенье тест для меня. Люблю людей я или нет. И нам хочется взять бич, как Господь однажды в храме. Но отдаешь все в руки Господа. Благодарное сердце. Сегодня, когда мы рассуждаем, Бог говорит, приди ко мне с даром в руке. Знаете, праздник жатвы, это вообще пророческий праздник. Мы всегда говорим об этом. Представляете, вот как эти овощи, фрукты и все, что перед нами, да, это все отображает нас с вами. Вот таких разных. Кто-то красивый, как арбуз, а кто-то стройный, как морковка, понимаете. И тех, и других Господь вмещает. И Он говорит, из всех народов. Представляете, пророческий праздник. Пророческий праздник. Это не просто, знаете, вот был праздник, и мы его отмечаем. Это праздник, который еще предстоит. Все остальные праздники уже состоявшийся факт. Сошествие Духа Святого знаем День Пятидесятницы. Пасху, воскрешение Господа знаем. Рождество было. А праздник жатвы предстоит еще. Бог соберет из всех народов, из всех языков, и мы будем праздновать. И мы будем на перу. И Бог приготовляет нас к этому. Бог приготовляет нас, чтобы мы имели сердце благодарное. Потому что однажды, когда мы предстанем пред Ним, каждый из нас будет исполнен благодарностью. Но Бог не ждет, чтобы мы пришли туда и благодарили. Бог ждет, чтобы мы жили в этом. Представляете? И мне нравится это место Писания, что Писание говорит, «И да удалдычествуй в сердцах ваших мир Божий, в котором вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». А другой перевод «благодарны». То есть я должен иметь сердце благодарное? Да. А как это? Это состояние моего духа, это состояние моей души, это состояние моего мышления. Вы знаете, у меня в жизни был очень хороший пример в жизни. Мама, вот что бы ни происходило в ее жизни, она не сидела, не горевала, не говорила, что «Ой-ой, почему же со мной такое случилось?» Вот я не помню такое. Я помню, у нее, сколько я был тогда, наверное, 87, наверное, лет, да? И когда у нее бедро, шейка бедра сломалась, и мы положили в больницу, и она лежит, жгет так, что просто сил нету, видно, положили матрас какой-то там, и просто очень тяжело было ей. И вот приезжаешь к ней, я смотрю на нее и думаю, ну в таком возрасте это просто трагедия. И врачи откладывают, откладывают, ей говорят, завтра операция, я прикажу к врачу. Она говорит, нет, я говорю, там завтра операция, она говорит, нет, не планируется. И я не могу понять. Одни говорят, да, другие говорят, нет. Маме говорят, да, мне говорят, нет. На самом деле, уже третью неделю удерживают, ничего не делают. Она лежит и дикие боли испытывает. Я прихожу и смотрю на нее и удивляюсь. Ты знаешь, сынок, наверное, еще надо через это пройти. Слава Богу, если через это пройти надо, я пройду. Да лежи, горюй, плачь, обижайся, скажи сыну, чего ж ты ничего не делаешь? Слово никому не сказала. Пока я не поехал в другую больницу, договорился с врачами, оттуда ее забрал и привез ее в другую больницу, где ее прооперировали. Потому что в той больнице наверное ждали, когда заплатят, я не знаю. Бог судья тем, кто этим занимается. вопрос другой, состояние сердца. Состояние сердца. Ноги отказали, плохо стало, а человек не ропщет, а человек не плачет, не обижается, не говорит, за что мне, почему у меня так. А сколько людей, которые смотрят на других, вместо того, чтобы смотреть на то, что есть у нас и благодарить Бога. Знаете, ни один из нас не позавидовал человеку, который никогда не смог ходить своими ногами, особенно ходячий. Мы всегда завидуем тем, которые, знаете, рядом возле нас на машине проехали, когда мы идем. Но когда он проезжает на инвалидном кресле, мы как-то не смотрим, не говорим, вот почему у него коляска есть инвалидная, а у меня нету. Что я такое в жизни сделал, что мне даже коляску не выдали инвалидную? Ты смотришь и благодаришь Бога за то, что ты не в этой коляске. Аминь, братья и сестры, или нет? Когда кому-то хуже, то мы благодарим Бога, что мы не на их месте. А когда кому-то лучше, то мы бедные, расстроенные, нам жить не хочется. А Бог говорит, научись иметь правильное состояние сердца. Там, где ты есть, будь благодарен. там, где ты есть, не там, где ты мечтаешь быть, или там, где ты был. Сегодня имей сердце благодарное, имей веру. Поэтому, когда этот человек пришел к Иисусу и поклонился, вера твоя спасла тебя. вера. Ты имеешь сердце благодарное, потому что ты имеешь веру. Многие из нас, мы теряем веру. Мы позволяем всему тому, что было, о чем Бог говорит, что умертвите это. Смотрите. О горнем помешать, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе Боге. Бог же явится, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И так умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сыно противления, в которых вы никогда обращались и когда жили между Ним. То есть Бог говорит, избавься от этих вещей. Умертвите. Оно должно умереть в твоей жизни. А мы воскрешаем это. А мы соприкасаемся с этим. А Бог говорит, это на сынах противления. То есть это сыны, которые не приняли спасение. Они взбунтовались против Бога. Разве я человек, который хочет быть в бунте, против Бога? Нет, Господи, я хочу провести вечность с Тобой. Прости меня. Очисти меня. Избавь меня от этого. Я хочу иметь сердце правильное. Мне нравится история Иосифа. У Иосифа было тысячу причин обидеться на всех вокруг и на все. На Бога, на семью, на людей, на тех, кому помог. На всех. Но в 45 главе Иосифа, Иосифа говорит, Бог послал меня в это путешествие веры. Бог сделал так, чтобы я помог другим. Бог сделал так, чтобы я помог семье. Бог сделал так, чтобы я, сделал так, чтобы мои враги не горевали. Он говорит, пойдите, скажите отцу, чтобы скот твой, чтобы имение твое, чтобы дети твои, чтобы дети у детей твоих. А кто эти дети его? Это же твои первые враги. Это же те, которые тебя за 20 серебряников продали. Это те, которые убить тебя хотели. А он имеет сердце благодарное. Говорит, Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь, что ты, все ты допустил в моей жизни. Для чего? Чтобы благо было. Благо было для других, благо было для родных, благо было для врагов. Мы вообще можем себе такое позволить даже? Вот тех, кто нас сильно огорчил в жизни. Мы можем открыть свое сердце, чтобы благословить их? Или мы все еще говорим, Господи, мы их видеть не хотим? Я вчера читал одну новость, когда одного человека осудили, он сбил там бабушку с внучком, с ребенком. И вот все удивляются, что родители пришли в суд и заявили, что они не имеют претензии к человеку, который это сделал. И там как бы, ну так, все в таком недоумении, как так, ну семья, она же должна как-то требовать справедливости. А они пришли, и заявляют, что мы прощаем этого человека. Ребенок погиб. Я помню, когда епископ Руслан в Дагестане, когда Сулейманов, его застрелили. Я был на тех похоронах. Скорбь страшная. Ни за что. Человек, который просто служил другим людям, подошли прямо возле молитвенного дома и просто убили его. Я приехал на эти похороны, я не могу понять, почему вокруг меня там восемь человек или семь человек этих автоматчиков в самом аэропорту встречают, до самого аэропорта провожают. На кладбище не могу никуда пройти, везде сидят снайперы. Я вообще не мог понять, что происходит. И вот встает жена и заявляет человек, который это сделал, я прощаю тебя. Встают детки. И человек говорит, я прощаю тебя, потому что я верю в Господа. Я прощаю тебя. Она еще час назад рыдала на моих плечах. Она плакала сильно. Я не знал, как утешить ее. Я говорил, что знаешь, кровь праведника вызывает к Богу. Наверное, муж, который просто стал этим праведником, который пролил свою кровь ради проповеди Евангелия в Дагестане. И она будет вопять к Богу. Еще Бог поднимет многих миссионеров. Еще откроется много церквей. Сегодня у нас там 12 церквей. Она плакала безутешно. Она три дня рыдала перед Богом. И похороны. И она встает и говорит, я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Знаете, когда это происходит? Это происходит именно тогда, когда Писание говорит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, в котором вы призваны в одно тело. Будьте дружелюбны. Я хотел бы, чтобы в этот особенный день, когда мы, знаете, благодарим Бога за все, что у нас есть, чтобы мы вернулись домой, чтобы мы посмотрели вокруг на все, что у нас есть. И поверьте мне, у каждого из нас есть причина благодарения Господа за все, что у него есть. У каждого из нас. Но не у каждого из нас есть вот это сердце благодарное. Может быть, ты, один из этих девятерых, который не пришел к Иисусу и никогда не сказал ему спасибо, ты подумал, что спасение тебе принадлежит, потому что ты родился в семье верующих. Есть такое искушение, знаете, те в домах верующих, которые дети, рожденные уже в доме Божьем, они гордятся тем, что они не вкусили какую-то, знаете, мерзость этой жизни. Вот я никогда там это не попробовал, а вот это не делал. Вот это им... Есть какое-то, знаете, такое, какая-то скрытая гордость в этом. Богу вообще не интересно, что ты пробовал, не пробовал. Богу интересно твое сердце, благодарное твое сердце. Давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Рассуждая огне благодарения в этот день, я, знаете, не хотел бы кого-то обидеть и огорчить, а хотел бы, прежде всего, свое сердце повернуть к тому, чтобы мы преуспели. Во многом наш успех зависит от нашей благодарности. Во многом наше здоровье зависит от нашей благодарности. Во многом наш комфорт внутренний, который мы так хотим создать, чтобы нам было хорошо на этой земле. Писание говорит, чтобы мы были дружелюбны. И там написано, что мы должны прощать, как Христос простил нас, снисходить, как Иисус снизошел к нам. Третьми словами, представляете, не пытаться думать, да, а что на меня обиделся, вот что я не так сделал, а снизойти к тому, чтобы обнять его. И неважно, почему он на меня обижается, я на него не обижаюсь. Неважно, что он меня обидел, я его не буду обижать. Я продолжаю любить его, вмещать его, ценить ним. Если мы станем такими, мы откроем возможности для Царства Божьего во многих сферах своей жизни. Мы преуспеем. Потому что Бог хочет, чтобы это было. Не три раза в году. В Ветхом Завете это было три раза в году. Все с даром в руке приходили, жертвовали, чтобы это было состояние сердца. Я очень рад, что мы с вами на Чибисе что-то построим такое, где сможем там одежду свою, если надо, ставить, руки помыть, сходить в нормальные условия, в туалет там. Дети наши будут приезжать там, не в лужах палатки ставить, а будут просто, ну, где-то ночевать нормально, если будут выезжать. И мы внесем эту лепту именно в день благодарения мы это делаем во славу Его. Господь, мы благодарим Тебя. Мы хотим, чтобы это было. Интересно, что это делаем во славу Господа, пользоваться будем мы, представляете? Вот странные мы люди. Вроде для Господа, но все равно все возвращается к нам. Для нас и для наших детей. Бог ищет поклонников, Бог ищет людей, которые имеют благодарное сердце. И сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы, знаете, часто мы говорим о том, что надо, что Бог очистил, осветил нас, еще что-то. Вот я хотел бы, чтобы сегодня мы произнесли молитву просто благодарности. Благодарности за то, где мы есть. Поверьте мне, братья и сестры, нам есть благодарить Бога. Даже за такой простой факт, что ты родился именно в этой части мира, уже есть причины благодарить Бога. Потому что некоторые люди даже близко не видели то, что видел ты в жизни. Они мечтают попить просто воды чистой. Они мечтают просто поесть, просто накушаться вдоволь хлеба, потому что у них и этого нет. нам есть за что благодарить Бога. Аминь. Отец, с местным мы приходим, Господь, предлицо Твое. В этот особенный день мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Бог, который дал нам, Господь, великое благо, Господь. Жить, служить, поклоняться, верить, познать Тебя, Господь, как Бога всей нашей жизни. Господи, мы не хотим быть теми неблагодарными, которые получают, имеют, пользуются, но не благодарят. Господи, мы приходим к Тебе с благодарностью. Уверим Тебя, Господь, за спасение. Уверим Тебя, Господь, за тех, кто дороги нашему сердцу. Уверим Тебя, Господь, за тех, кто Господь ненавидит, злословит и проклинает нас. Уверим Тебя, Господь, за наших братьев и сестер, которые не всегда нас радуют. Господи, мы благодарим Тебя за то, что они есть. Уверим Тебя, Господь, за наш город. Уверим Тебя, Господь, за нашу страну. Уверим Тебя, Господь, за начальство, за власти. Уверим Тебя, Господь, за президента, премьер-министра, законодательную, исполнительную власть. Уверим Тебя, Господь, за друг друга. Господи, сделай нас дружелюбными сделай наше сердце благодарным Боже, мы просим Тебя об этом дай нам, Господь, силы, мудрости вмещать всех снисходить ко всем радоваться всем и быть благодарным за все Господи, в этот день мы поднимаем свои руки и мы говорим Тебе, спасибо, Господь Ты Бог наш Ты искупитель мы благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего, Иисуса Христа Который умер и воскрес наше оправдание мы благодарим Тебя, Господь, за искупление за прощение, за жизнь вечную мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем, Господь, быть вместе Господь, в этот день, чтобы чтить Тебя Тебя, Царь Великий, слава наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух и весь народ Божий скажет Аминь я хотел бы, конечно, обратиться и к тем людям, кто, возможно, сегодня с нами и вы, может быть, вообще первый раз может быть, вы вообще случайно попали может быть, вы с нами через YouTube присоединились и вообще не до конца понимаете, о чем мы рассуждаем мы говорим о Господе мы говорим о любви Господа к нам мы говорим о Его прощении может быть, вы никогда не соприкасались с любовью и прощением Господня может, никогда не обращались к Нему в сердце, чтобы Он простил вас, а может быть, это делали но никогда не сделали это в доме Господнем в церкви я хотел бы обратиться к таким людям если здесь есть такой человек и вы хотите, чтобы церковь благословила вас чтобы вы были тем человеком, который благодарен Богу за спасение я хочу повести вас в молитве и помолиться вместе с вами молитвой пока не есть если есть такой человек, подними свою руку, дай мне знать может быть, сегодня на этом утреннем служении кто-то есть может, кто-то рано пришел, чтобы это сделать нету таких никого посмотрите рядом, может быть, кто есть пусть Бог благословит вас давайте мы поприветствуем вас пройдите ко мне, я хочу за вас помолиться слава Богу за вас давайте мы поприветствуем может быть, еще кто-то есть может быть, вы просто смущаетесь и думаете ну, я и так благодарный человек я и так благодарю Господа но вы никогда не засвидетельствовали эту благодарность перед людьми, перед церковью проходите ко мне давайте мы поприветствуем очень приятно я хочу помолиться вместе с вами я буду вести вас в молитве вы повторите вместе со мной, хорошо? отец небесный мы приходим к тебе через кровь сына твоего Иисуса Христа прошу тебя прости все мои грехи и все мои беззакония с сегодняшнего дня я твоя веди меня по жизни научай меня я уверяюсь в свое настоящее и будущее в твои руки тебе слава Бог Отец, Сын и Дух Святой аминь и мы помолимся за вас, Елена, можно? отец, сместный я молюсь Господи, Елена, Господь я молюсь Господь я молюсь Господь, чтобы ты, Боже бласил его благодатью и милостью, Господь чтобы ты дал крепость, силу и здоровье, Господь я молюсь, чтобы ты, Боже, бласил всех кто дорог ее сердцу Боже, веди ее, храни ее, направляй ее Боже, я молюсь Господь, чтобы она полюбила Твое Слово, Господь и Дом Твой, Господь чтобы она поклонялась Тебе в Духе истине Боже, храни ее, веди ее и прославься в ней через нее Боже, я благодарю Тебя за дарационную душу, которую Ты, Боже спасаешь, милуешь и записываешь имя в Днем жизни тебе, Господь, благодарность, Господь за нашу сестру, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух, и весь народ Божий скажет Аминь здесь есть сестра, которая хочет подарить вам Евангелие и ответить на все интересующие вопросы, хорошо, пусть Бог бласит вас воздаст, слава Богу, если ты молился с нами через онлайн ты можешь связаться по телефону который есть на экране и даже если ты из другой части мира мы найдем тебе церковь, Ивангельскую где ты будешь поклоняться Господу присядьте, пожалуйста пожалуйста Продолжение следует...